Ребята, всем привет! Меня зовут Соня, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу вам показать и рассказать про свои фавориты среди декоративной косметики. Приятного просмотра! Первое, с чего хочу начать, это BB крем от корейского бренда. Не знаю правильно, как читается, Skin79 написано. Этим кремом, именно этой баночкой, я уже пользуюсь почти год, и она до сих пор не заканчивается. Есть очень много в этой серии кремиков, серенькая такая баночка, помню, была оранжевенькая. У всех разные какие-то свойства, разные оттенки. Этот самый светлый розовый, этот крем осветляет очень хорошо. В нем есть SPF, на лето прям самый кайф. Я его использую вместо тоналки, вместо консилера, просто вот на все лицо наношу. Он очень легкий, но перекрывает хорошо. Кстати, он сейчас на мне. Самое главное, он не подчеркивает сухость кожи. Это для меня самое главное. То есть кожа выглядит увлажненной. Очень миленький дизайн, мне очень нравится. Удобно наносить. Наношу я этот крем кисточкой, не спонжем, кисточкой. Эти кисточки я еще в этом видео покажу, какими я пользуюсь. В общем, реально советую. Я его заказываю на Озоне, в золотом яблоке его нет. Хотя раньше был, сейчас не знаю, почему нет. Целых 40 мл. Следующий это гель для бровей от бренда Pussy. У этого геля очень удобная кисточка. И пахнет он просто божественно. Вот прям. Я иногда просто стою, когда крашусь и нюхаю его. Это правда очень. Кто знает, есть еще какие-нибудь духи с таким же ароматом. Мне очень нравится. Отлично держит. Не оставляет никаких этих, знаете, белых следов. Я даже проводила эксперимент. Наносила его в зал, на тренировку. И он отлично подвижался. Волоски как стояли, так они и стояли до конца тренировки. Прям отлично фиксирует. Эффект ламинирования. Еще такая очень приятная на ощупь баночка, флакончик. Кисточка удобная, она тоненькая. Средство наносится на все абсолютно волоски. Удобно очень делать укладку. Сейчас тоже он на мне. Следующий это румяна. У меня целая история с этими румянами. Очень хотела оттенок. У Dior первый оттенок, он такой ярко-ярко-морозно-розовый. Но его нигде не было. В золотом яблоке тоже его не было. Поэтому мне консультант показал вот эти румяна. Они правда очень похожи. Но знаете, они немножко все-таки потемнее, немножко потемнее, чем вот у Dior. Но все равно очень классные. Это от DIVAGE. Хорошо наносятся, тушуются. Я наношу всегда румяна на глазки и на щечки. По-моему, сейчас они на мне. И тут еще удобно, что есть зеркальце. Следующий это бронзер от Revolution. В оттенке Take a Vacation. Мне очень нравится этот бронзер. Я его наношу поверх здесь в уголочках румяна. Прямо румяна, чтобы немножко выделить скулы. Пасть этого надолго. Также есть такие крупинки светленькие. То есть немножко он даже поблесткивает. Пушуется также хорошо. Это мы с вами распаковывали в заказе. Из золотого яблочка. Мне он очень понравился. И вот очень красиво блестит. Такой он светленький. Я говорила, что я не очень люблю золотистые какие-то хайлайтеры. Идеально блестит. Носится. Ничего не осыпается. И вот реально очень много. Мне кажется, долго хватит. И, собственно, давайте перейдем к кисточкам. Обожаю кисточки от Top Face. Очень сильно люблю их. Они не оставляют ворсинок. Идеально растушевывают. Их легко мыть. Стоят не так уж и дорого. У меня для румян и бронзера я использую пятую кисточку. Она такая более скошенная, пушистая. Для хайлайтера использую вот такую. Очень удобно. Вот так. Как веер. Для тона. Это моя реально самая любимая кисточка. Номер 6. Немного тоже скошенная. Очень удобно вот здесь вот эту зону вокруг глаз ей наносить. Давайте перейдем к губкам. Для губ у меня очень много средств. Я обожаю всякие бальзамчики, всякие помадочки, карандашики. Но сегодня покажу мои самые любимые. Показательный карандаш для губ. Это Pupa в оттенке 004. Это идеальный оттенок. Он такой чисто коричневый. Он реально чисто коричневый. Но для тех, кто любит посветлее карандаши, он не подойдет. Он такой все-таки немножечко темненький. То есть, если вы его отдельно нанесете без помады, то он будет сильно выделяться. А если какой-нибудь матовый помадой, то он будет просто идеально смотреться. Держится он весь день. Я с ним пила, ела, он удержался. И тут также есть еще он же для растушевки. К нему, кстати, можно использовать эту помаду от Luxe Visage. В оттенке 23. Это прям такой нюдовый нюд. Очень классная помада. Держится хорошо. Но немножечко сушит губы. Но мне кажется, все матовые помады немножко сушат губы. Так что... Ой, и пахнет тоже офигенно. Чем-то сладеньким. Давайте перейдем к блескам. Сейчас мой самый любимый блеск этот Colorance в оттенке 07. Называется он Toffee Pink Shimmer. Сейчас он, кстати, на мне. Это лучшее средство, которое и увлажняет губы, и передает им оттенок, и увеличивает визуальную губу. Мне он очень нравится, впитывается и оставляет после себя очень красивый оттенок. Я его обожаю, 100% еще возьму. И такой блеск для губ прям с шиммером крупным. Это от KIKO Milano в оттенке 05. Он очень сильно увлажняет. Правда, вот обожаю блески, которые увлажняют губы. Как вы уже поняли. Так может показаться, что он розовый, но когда вы его наносите, он очень красиво, нежно блестит. На солнце прям вот смотришь, так губы переливаются. Это очень красиво выглядит. Пахнет, кстати, он тоже классный. А, прям вот чем-то сладенье. Обожаю, когда косметика пахнет. Все, надеюсь, вам понравилось это видео. Хочу также снять видео про свой ежедневный макияж и про свои фавориты уже ухода косметики. Как вам такая идея? Если понравилось, можете поставить лайк или написать в комментарии, что вы хотите такое видео. Все ссылочки я оставлю в описании к этому видео. Кстати, на все эти продукты я делала распаковку в своем телеграме. Можете подписаться, мне будет очень приятно. Кстати, если вы заметили, в этом видео не было туши, потому что я никак не найду идеальную тушь. Те, которые у меня есть, они наносятся комочками. Мне это не очень нравится, поэтому я в поисках. Если вы знаете какую-то классную тушь, можете написать также мне в комментариях. Я буду очень благодарна, попробую все. Спасибо большое за просмотр, за то, что досмотрели это видео до конца. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.